Приветствую вас, и по форме вашего вопроса можно сделать вывод, что вы задаете его, как бы немножечко по ошибке, может быть, выобразил эзотерикой, потому что психологи, оперируясь научными методами болтания, не отвечают на вопрос о том, сделает ли что-то человек в будущем. То есть предсказать, пожалеет ли ваш муж о том, что сделал, не представляется возможным. Исходя из того, что произошло между вами, можно сказать, что ваш мужчина не любил ни вас, ни своего ребенка. То есть тот факт, что он выгнал вас вместе с ним, говорит о том, что он не только вас не любил, потому что если бы любил, то так бы не поступил, но он еще и вас не уважает. И все самое в этой ситуации скверное, это то, что он не уважает и вас. А почему он не уважает вас и вашего ребенка? Дело здесь в том, что человек, который выгоняет из дома женщину и, по сути дела, полугодовалого малыша, но этот человек, как минимум, думающий только о себе и как минимум совершенно не представляющий себе, как вообще должно быть, каким должно быть отношение к ребенку, к женщине и так далее. И я думаю, что после этого мужчина, да, он может безусловно пожалеть. Да, он может пожалеть о том, что сделал. Да, мужчина может, в принципе, начать жалеть, потому что, ну, допустим, на что-то его мучает совесть и, собственно говоря, это же самая совесть будет на него давить, и он осознает, что сделал что-то неправильно, но это не означает, что его чувства к вам появятся. И это не означает, что можно обращать те вещи, которые он позволял, точнее, позволил себе по отношению к вам. Я не думаю, что это было бы позволительно, не думаю, что это было бы правильно. И возникает к вам уже вопрос. Вот на данный момент вы спрашиваете нас, вернется ли он в семью. Скажите, вы можете, вы могли бы, точнее, принять его после того, что он сделал? Могли бы вы это сделать? Будете ли вы, по сути дела, ну вот, сохранять свою целостность? Смотрите ли вы, захороните свое достоинство? Не унизите ли вы себя тем, что вот как раз простите его? И я думаю, что на этот вопрос вам нужно ответить. Потому что это на самом деле очень важно. Понимаете, ваш муж поступил очень плохо. Понимаете, ваш мужчина, он оскорбил вас. Оскорбил вас, ну, я бы сказал, не смертельно, но очень-очень сильно. И чтобы простить ему это, вам нужно, ни много ни мало, увидеть его полноценное, так сказать, раскаяние. Пока вы вот этого полноценного раскаяния от него не заметите, пока вы этого полноценного раскаяния не увидите, нельзя говорить о том, чтобы он к вам вернулся. Нельзя об этом даже заикаться, нельзя на это даже рассчитывать. Если у вас к нему есть или была потребность, то эту потребность правильнее будет удовлетворять, но без мужчины, чтобы не быть от него зависимым. В общем, как вы, наверное, поняли, основной вопрос, который я хочу вам добавить, заключается в том, почему вы, несмотря ни на что, готовы мужчину все равно принять обратно семью после такого поступка. Уверены ли вы, что он сможет сделать вас и вашего ребенка счастливыми? Вот на этот вопрос вам и нужно ответить. Собственно, хочу вам сказать, что на этом можно закончить. Дело в том, что все-таки вы находитесь в разделе психологии, и для психолога вы дали достаточно мало информации относительно своей ситуации. Если вы хотите, чтобы вам именно психолог помог, то требуется больше информации о вас, о вашем мудре. Как так получилось, что вы довели до того, что он выгнал вас? Ведь это же, скорее всего, происходило все нарастающее, то, что он вас выгонял и так далее. И вот этот момент, он на самом деле очень важный. То есть, почему вы до этого довели? Как так получилось, что вы оказались в этой ситуации? Пожалуй, это то, что я хотел вам сказать. Также неплохо было бы разобраться в ваших отношениях с ним, неплохо бы поработать с вами, чтобы помочь вам пережить эту травму, которая, безусловно, вас до сих пор гложет и беспокоит. Ну, а если вы хотите поработать непосредственно с эзотериком, да, то есть вам важно узнать, вот, как будет развиваться дальше событие с вашим супругом, то тогда, в таком случае, вы можете обратиться к эзотерикам. Они вам помогут в ответе на ваши вопросы. Более, так сказать, превентивно, более, ну, более конкретно они ответят именно вам, на именно ваш вопрос. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...